итак второй день нужно проткнуть капусту она очень тяжелая тянем за полотенца которые заблаговременно подложили это такой пластиковый чан для капусты покупали на рынке в прошлом году по моему смотрите сколько капуста дала сока за сутки сейчас самый тяжелая кастрюля так дальше убираем банки моем руки вымыли убираем тарелку снимаем марлю очень много сока дала капусту благодаря соли сейчас саша это поняла хочет попробовать рассол который выделился за сутки да как это хорошо ладно дальше нужно чистой рукой там такой есть запах должен быть такой специфический запах сероводорода наверное не знаю точно ну потому что идет процесс брожения даже капуста будет готова никакого запаха не будет просто нужно запустить эти процессы так нужно делать два или три дня не помню два видите появляются пузыри поближе я так принципе запах не чувствует уже на второй третий день такой запах появляется специфический сейчас вообще может у меня конечно коронавирус я не чувствую запахи но это нет запаха что не буду я близко моркови достаточно я думала мало то есть надо просто вот так и и вот смотрите сколько газов уходит какие пузыри и на место все вообще это делаю деревянными палочками но это не так эффективно палочки тонкие так не выпустишь все кто пробовал нашу капусту знают что она у нас очень хороший по вкусу тоже пузыри все что с этим ведром как все основа накрываем марлей марля вообще подорожала рулон 220 рублей что ли в аптеке чтоб капуста дышала крышкой не надо накрывать надо именно марлей два слоя мы сделали вчера возвращаем тарелку вверх дном придавливаем смотрите сколько пены топим эту тарелку в кастрюле и сверху ставим пресс трехлитровую банку с водой сильно не дави сейчас тарелку разобьешь ну и аналогично делаем с другой посудой я уже не буду показывать процесс понятия то же самое мы будем делать завтра